Здравствуйте, в эфире программа 7 минут. Сегодня у нас в гостях Олег Андреевич Саулица, начальник международного отдела Иргу имени Сергея Александровича Есенина. Здравствуйте. Скажите, со многими странами вы работаете и сколько студентов иностранцев у нас обучается? У нас сейчас в университете обучается порядка 150 иностранных студентов, в основном это граждане СНГ, но также мы работаем с дальним зарубежьем. Сейчас в дальнем зарубежье у нас представлено Китаем, также африканскими странами. И в течение года у нас обучались студенты из Испании, Италии, Японии и некоторых других стран. Студенты у нас обучаются как на основных образовательных программах, направлениях, так же обучаются заочно студенты из стран СНГ в основном. А сотрудничаем мы с основными партнерами нашего университета, это Китай, Япония, Германия, Испания, развиваем сотрудничество с Великобританией, а также исторически сложившееся партнерство с Арменией. Какие-то шаги мы делаем по сотрудничеству с Молдовой и Азербайджаном. Изменилось ли что-то в связи с политической ситуацией? Что касается политической ситуации, каких-то технических изменений или каких-то масштабных изменений мы не видим. В плане выезда студентов нашего университета за рубеж, либо обращения к нам. Какие-то есть технические изменения в посольствах, например, какие-то сроки подачи, формы подачи. Это все обычные ежегодные изменения. Других масштабных изменений мы не увидели. Поэтому существующая паника по поводу виз и так далее, опасения наших граждан и студентов, это все не соотносится с действительностью. В течение последнего года изменилось миграционное законодательство. Повлияло ли это как-то на международное сотрудничество? Здесь был ряд серьезных изменений, которые повлияли на ситуацию со странными студентами. В нашем университете в частности. Для многих граждан новости по телевидению о миграционных изменениях – это, по сути, что-то, относящееся к трудовым мигрантам. Хотя на самом деле все изменения, которые произошли, не относятся также и к студентам. В частности, студентам в этом году разрешили работать с 1 января. Там есть различные группы студентов, группы граждан, но тем не менее. В установленном порядке можно заниматься трудовой деятельностью. Это также способствует привлечению студентов, потому что многие из них хотят обеспечивать себя. Кроме этого, был ряд, скажем так, негативных моментов, связанных с ужесточением законодательства и ужесточением штрафов и наказаний за нарушения. То есть сейчас, если студент имеет два нарушения, например, ему может быть, или каких-то серьезных нарушений, ему может быть закрыт въезд в страну на три года. Поэтому некоторые студенты, которые вступили в эти изменения с сентября, и некоторые студенты, которые возвращались на учебу после летних каникул, оказались случайно в списке и были, скажем так, остановлены на границе. Потом, после трехмесячных консультаций с миграционными службами других областей, приграничных областей, а также нашей миграционной службой, студентам удалось вернуться все-таки к учебе, за что мы благодарны региональному отделению ФМС России по Рязанской области. Давайте поговорим о стажировке, куда могут выезжать наши студенты, чему они могут там научиться. С удовольствием расскажу о стажировках, потому что это одно из позитивных направлений нашего отдела. В нашем университете международная деятельность развивается комплексно, то есть мы следим за различными аспектами и стараемся в равной мере их стимулировать. Поэтому количество иностранных студентов, оно совпадает с студентами, выезжающими за рубеж. То есть 150 человек у нас студентов, и 150 человек приблизительно выезжает. Студенты выезжают в основном на краткосрочные стажировки, сейчас у нас жаркая пора. У нас выезжают студенты на обучение в Великобританию, Японию, Испанию, Китай, Германию и ряд других стран. Это мы говорим о образовательных стажировках в организациях-партнерах в течение месяца. В основном это языковая компетенция, но мы набираем базу повышения квалификации в профессиональном плане. Это различные повышения квалификации в области IT, технологии, туризма, методики преподавания языков и других аспектов, которые предлагают наши надежные уже партнеры. Кракосрочные программы мы организуем уже пятый год. То есть нам удалось закрыть все языки в нашем университете. То есть по любому языку можно пройти стажировку. Мы договорились с нашими партнерами, что они принимают студентов любых факультетов, любых направлений, любых форм обучения. Даже тех, у кого нулевой уровень языка. Со всеми партнерами были такие договоренности, обозначенные в течение этого года. Мы также заключили договоры о бесплатном прохождении подобных стажировок сопровождающими людьми. И мы развиваем это направление и стараемся, чтобы больше студентов не языковых факультетов проходили такие стажировки. Но это еще предстоит нам пройти определенный путь. Что касается долгосрочных стажировок, сейчас действуют договоры с Испанией, Японией, где наши студенты могут обучаться в семестр, либо два семестра. А также большая масса студентов выезжает по линии института Конфуция. Это семестровые, либо годовые стажировки в Китае. Сейчас уже не только это наш вуз-партнер в Чанчуне, но и также пекинские вузы выступают. Вы говорили об институте Конфуция. Это, как вы считаете, насколько эффективно работает этот проект? И вообще давайте поговорим об эффективности работы вуза, отделения. Как вы его повышаете? Сейчас у нас на данный момент в вузе существует два больших международных проекта, чем мы гордимся. Это последний, свежий. Это проект Tempus Евросоюза, который, по сути, связан с разработкой программы подготовки менеджеров в области образования по работе с гетерогенными группами. Этот проект у нас реализует институт психологии. И второй большой проект, который мы сейчас реализуем уже с 2010 года, это институт Конфуция. Это особое подразделение, которое занимается, скажем так, стимулированием изучения китайского языка и китайской культуры, как в вузе, так и в регионе. Мы считаем, что оба эти проекта, но второй, конечно, еще пока молодой проект, Конфуция – это успешный проект, потому что его деятельность во многом влияет на показатели мониторинга нашего вуза, показатели эффективности университетов. Также за эти годы сформировалась более сильная система преподавания китайского языка. Например, вчера к нам приходили люди из других областей, которые хотели бы обучаться в нашем регионе, в нашем университете, именно из-за того, что у нас есть китайский язык как основной и есть поддержка института Конфуция. По иронии судьбы даже были люди из Луганской, из Украины, которые сейчас ищут, рассматривают наш вуз как новый этап своей жизни. Что касается других показателей, то институт Конфуция добавляет определенные баллы в плане количества иностранных преподавателей, количество, как я уже сказал, выезжающих за рубеж и также создает, скажем так, новое серьезное направление в плане науки. Потому что сейчас два специалиста нашего вуза находятся в Китае, они преподают, а также разрабатывают, создают учебник китайского языка, что для нас, конечно, очень важно для вуза. За год прошло много мероприятий, можете вы выделить самые значимые для вас? Да, действительно, было очень много мероприятий в этом году. Мы курируем как отдел все мероприятия с участием иностранных граждан, в той или иной степени способствуем эффективному прохождению данных событий. Поэтому выделить трудно, но были яркие фестивали английской культуры в Институте иностранных языков, а также нам запомнились мероприятия научной конференции в институтах, которые проходили с участием иностранных граждан. У нас реализовался и сейчас реализуется еще интересный проект при поддержке Росмолодежи. Это межкультурное кафе, где иностранные студенты делятся частью своей, частички своей культуры и также своей кухней, что немаловажно. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам успехов и удачи. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин